Дипломного проекта является разработка технической документации на построение, эксплуатацию и обслуживание усилителя мощности одноположного АЭП-сигнала КВ-диапазона. И приступим. В последние годы во многих странах возобновляется рост потребностей и интересов коротковолновой радиосвязи. Это обслуживано такими ее преимуществами, как быстрая восстанавливаемость в случае помех, возможность установки связи на дальние расстояния в труднодоступных регионах, территориях. Но также коротковолновая связь имеет ряд недостатков, такие как затухание сигнала при плохих погодных условиях, влияние на прохождение времени года, времени суток и множество факторов. Чтобы компенсировать данные недостатки, были изобретены усилители мощности. Усилители мощности называют усилитель, который обеспечивает максимально возможную или заданную мощность в нагрузке, в данном случае в антенне. Усилители мощности бывают разных конструкций, как ламповые, так и транзисторные. Но в данных диапазонах целесообразнее применять радиолампы, потому что на таких частотах транзисторные схемы защиты транзисторных усилителей по сложности будут превосходить сам усилитель. А лампы будут работать стабильно и надежно. Коротковолновый радиус, вообще в радиус связи применяют следующие виды модуляции. То есть амплитудная модуляция, частотная и фазовая. В коротковолновой связи зачастую применяют именно амплитудную модуляцию за счет того, что она имеет меньший спектр, чем в FM и ЧМ. И обладает более простыми схемными решениями. Но амплитудная модуляция имеет такой недостаток, что большая часть генерируемой энергии тратится на поддержание несущей частоты. Эта величина может достигать до 70% мощности всего колебания. И несущая частота не несет в себе никакой полезной информации. Поэтому, чтобы данный недостаток нивелировать, стали применять балансную модуляцию. То есть при помощи балансного модулятора вырезается несущая частота. Но применение балансной модуляции не позволяет в полной мере использовать эффективность амплитудной модуляции. Потому что две боковые полосы, они друг друга дублируют. Поэтому стали применять однополосную модуляцию. То есть при помощи фильтрового или фазокомпенсационного метода вырезается одна из боковых полос. И в зависимости от того, какая полоса осталась, различают однополосную модуляцию с нижней боковой полосой, то есть LSB, Lower Side Band, и с верхней боковой полосой, USB, Upper Side Band. Также схемы усилителей мощности, помимо выбранного усилительного элемента и режима его работы, различаются выбранные схемой питания. В основном применяются только две схемы. Это классическая трансформаторная схема и бестрансформаторная схема. В трансформаторной схеме для получения высоковольтного анодного напряжения применяется трансформатор и выпрямитель, а в бестрансформаторной схеме применяется умножитель напряжения, который умножает напряжение сети в заданное количество раз. Принцип работы умножителя можно описать следующим образом. При наступлении отрицательного полупериода открывается диод D1, и через него заряжается конденсатор C1. При наступлении положительного полупериода открывается диод D2, и через него с удвоенным значением заряжается конденсатор C2. Дальше процесс повторяется. Среди специалистов ведутся обврения по поводу безопасности бестрансформаторных схем. Вот на слайде мы можем видеть цепи, которые гальванически развязаны от сети 220 вольт, помечены черным цветом. Как видим, в бестрансформаторной схеме гальваническая развязка отсутствует. Исследования на эту тему подробно описаны в пояснительной записке дипломного проекта. Сейчас я лишь расскажу, как в бестрансформаторных схемах в данной конструкции решена проблема гальванической развязки. Входной сигнал подается через широкополосный ферридовый трансформатор, а выходной сигнал подается на биконтуру через разделительные конденсаторы. Теперь перейдем непосредственно к конструкции рассматриваемого усилителя мощности. В качестве усилительного элемента выбраны три лампы ГУ-50, соединенные по схеме с общей сеткой и бестрансформаторным питанием анодных цепей. Вот усилители можете видеть. Анодное напряжение поступает на лампы через анодный дроссель. Он служит не только для того, чтобы подавать напряжение с умножителя, но и для того, чтобы не пропускать переменную составляющую выходного анодного сигнала обратно в умножитель. И перед вами сам умножитель напряжения, его принципиальная схема, разработанная мной печатная плата. Это разрабатывалось в среде изи-идей, и вот 3D-модель этой платы. В конструкции умножитель напряжения выглядит вот так. Далее, для получения напряжения 12 вольт, которое применяется в цепях накала и в цепях управления электромагнитными реле, применяется трансформатор ТПП-278-127. Перед вами его внешний вид. Вот он в конструкции. Для согласования выходного каскада и антенн-кидерной системы применяется ПИК-контур. Конденсаторы ПИК-контура имеют переменную емкость. Вот они расположены. И катушка имеет следующую конструкцию. Ее каркас изготовлен из текстолитовых пластин, и для намотки использовался провод диаметром 1 мм. Катушка имеет отводы, переключая которые, можно выбирать индуктивность, рассчитанную для каждого диапазона. Переключение осуществляется гайдером-череключателем. Перед вами схематичное изображение, которое применялось при разработке усилителя, и то, как выведен усилитель в процессе его построения. И внешний вид усилителя сейчас. Усилитель мощности имеет следующие характеристики. Диапазоны рабочих частот это радиолюбительские, 3,5 МГц, то есть 80 метров, 7 МГц, 40 метров, 14 МГц, 20 метров, и 21 МГц, 15 метров. Виды излучения, однополосная модуляция, телеграф, телетайп. Прогнозируемая мощность 300 Ватт. Перед вами функциональная схема усилителя мощности. Вот мы видим переключатель накал, который включает цепь 12 В. Когда мы включили этот переключатель, необходимо подождать некоторое время, прежде чем подавать анодное напряжение. Это необходимо для того, чтобы высокое анодное напряжение приходило на лампы, когда они уже разогреты, для увеличения срока их службы и предотвращения потери эмиссии. Блок умножительного напряжения содержит в себе непосредственно плату умножителя, шунтирующие конденсаторы и фильтрующие конденсаторы. Блок анодная цепь содержит анодный тросель и антипаразитные катушки. Если видно, можете их там разгребить. Усилительный каскад содержит 3 лампы У50. Далее, для синхронного выхода на передачу с трансивером применяется линия ПТТ. Соответствующие объемы установлены на задней панели усилителя. Переключатель приема передачи позволяет управлять передачей непосредственно с усилителя мощности при необходимости. И переключатель обход нужен для того, чтобы при необходимости скоммутировать антенную систему непосредственно к передачу, обменуя усилитель. Далее, перед вами приведен алгоритм поиска неисправностей для данной конструкции усилителя. Наиболее типичные неисправности, их возможные причины и возможные способы устранения приведены в пояснительной записке. Усилитель монтируется в систему передачи между передатчиком и антеннофидерной системой. Выход передатчика и вход усилителя, а также выход усилителя и антеннофидерная система соединяются между собой коаксиальным кабелем, волновым сопротивлением 50 Ом. Все элементы схемы должны быть заземлены. Для перечисленных ранее диапазонов был произведен расчет элементов пиконтура и, соответственно, индуктивности катушки пиконтура, которые можно выбрать, все исключая ее выводы. Для диагностики усилителя, проверки работоспособности его элементов и напряжения питания рекомендуется применять мультиметр UT196. При изготовлении трансформаторов, дросселей и катушек применялся LCR-метр МС5308. При настройке пиконтура рекомендуется использовать прибор нано-ВНА. Подобные приборы, векторные антенны, анализаторы, они все имеют одинаковую конструкцию, различаются только возможным диапазоном частот, в котором они работают. Поэтому подойдет любой векторный антенный анализатор. Для измерения выходной мощности усилителя применялся вольтметр V737 и безиндукционная нагрузка номиналом 50 Ом. Для данной конструкции были учтены и посчитаны затраты. Общая стоимость выполнения работ составила 40 605 рублей. Также в избежание штатных ситуаций была описана методика настройки усилителя мощности, алгоритм проведения технического обслуживания и охрана труда. Инструкция по охране труда включает в себя такие основные моменты, как применение заземления, защитного отключения, малое напряжение, изоляцию токоведущих частей, электрическое разделение сети, оградительное устройство, блокировка и электрозащитные средства. На этом все. Спасибо за внимание. Вопросы? А вот Вы сказали, для того, чтобы срок службы Вам больше сохранился, нужно правильно включать, а выключать? Можно правильно? Выключать его можно в любом порядке. Главное, чтобы потом при включении переключатель анодного напряжения и положение выключено. На дипломный проект имеется обзор, руководитель считает, что дипломный проект выполнен в полном объеме и отмечает достойность, что это практическое изготовление самого усилителя. Оценка 5 рекомендует. Значит, рецензент здесь у нас походу, да? То же самое считает, что выполнен в полном объеме. Значит, он тоже относится к достоинству к практической исполнению. Ищущий дипломный проект рекомендует оценку 5. Спасибо. До считывания. Спасибо.